Канал Рыбалка Рыбалочка представляет Добрый день, зрители, подписчики моего канала, любители пополочной снасти и фидера. Сегодня мы будем делать тесто из геркулеса. Я думаю, эта приманка многим уже известна, но мы ее сегодня приготовим. Эта приманка очень эффективная при ловле карася, плотвы, леща, в общем белой рыбы. Давайте приступим к ее приготовлению. Нам понадобится геркулес. Высыпаем столько, сколько вам нужно для рыбалки. Вот. Такого вот вполне хватит. Вот у меня бокал, рожден для рыбалки. Вот. Ну давайте приступим. В общем, высыпаем геркулес на марлю. Ну марлю я свернул два раза, на всякий случай. Вот. И заворачиваем, делаем такой кулечек. И теперь завязываем геркулес. Вот у нас получился такой вот мешочек с геркулесом. Предварительно я разогрел воду. И когда она закипит, мы кладем туда этот наш мешочек с геркулесом. И варим не больше минуты. Вот вода у нас закипает. И мы ложим в неё пол чайной ложки сахара. Вот вода закипела. Чуть-чуть прикручиваем. И ложим наш пакетик с геркулесом в воду. И засекаем ровно одну минуту. Вот прошла минута. Теперь достаем геркулес. Перекладываем наш мешочек с геркулесом на полотенце или на газетку. И вот так вот потихонечку его начинаем мять. Он ещё горячий. Поэтому давайте вот так вот. Вот разминаем наш геркулес. Если вы хотите добавить какой-нибудь ароматизатор или аттрактант, то если ваш ароматизатор сыпучий, то добавляйте его вместе с геркулесом вот сюда. И если ваш ароматизатор жидкий, то надо его добавлять прямо в кипящую воду. Итак, вот геркулес уже можно мять руками. Он уже подостыл. И вот так вот разминаем его прямо в марле. Это универсальная насадка для ловли белой рыбы. Убираем нитку и раскрываем. Вот у нас получается такое вот геркулесовое тесто. Сначала оно будет липнуть к рукам, но через время геркулес питает себе лишнюю влагу. Но если ваш геркулес будет сильно сыпучим, будет липнуть к рукам, то надо добавить чуть-чуть манки. Добавляем немного манной крупы в геркулес. Она сейчас питает лишнюю влагу. И у нас получится супер-насадка геркулеса. У геркулеса свой характерный, очень классный запах. Вот. В общем, в это тесто можно даже не добавлять никаких ароматизаторов. У геркулеса свой запах. Он также очень хорошо привлекает рыбу. Вот. И вот так вот разминаем. Такой геркулес будет храниться в холодильнике довольно долгое время. Больше двух недель, а то и месяц. Вот, приезжайте на рыбалочку, лепите вот такие вот шарики и насаживайте на крючок. Это отличная насадка. Ну, если я вам чем-то помог, и это видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. До свидания.